Тема следующего сюжета привела нас по адресу развилковское поселение деревня Ощерина. Жители деревни и нескольких садовых товариществ поблизости оказались отрезанными от мира. Дорогу, которая около 20 лет связывала жилые районы с другими населенными пунктами, руководство совхоза имени Ленина решило перекрыть и вовлечь эту полоску земли в хозяйственный оборот. Дорога проходит непосредственно по территории сельхозназначения, принадлежащим совхозу, и построена она была еще при прежнем директоре. Когда строился коттеджный городок в Каспромовске, была устная договоренность между директором совхоза, был Рябцев Петр Зиновьевич, потом стал Павел Николаевич Грудинин. В ней газ какие-то деньги даже ему перечлил за это. Все было хорошо до определенного времени. Зимой дорога не убиралась должным образом, ведь она не стоит на балансе ни в какой организации. А на днях на поле у дороги неизвестными лицами был сброшен мусор. И хотя, по мнению жителей, проблема назрела давно, это стало причиной начала действий со стороны совхоза. Ну, как бы последняя капля. Мусор привезли буквально пять дней назад, наверное, ночью, там, какой-то один из ночей. А так вопрос стоит очень давно. И его надо решать. А решать кто может, значит, не жители по принципу спасения утопающих, дело самих утопающих. Это администрация в первую очередь, и, естественно, администрация совхоза Ленина. Администрация уже занимается решением проблемы. Мы связались по телефону с начальником управления земельно-имущественных отношений администрации Ленинского района Алексеем Скворцовым. Рассматриваем две возможности выезда из этой локации. Во-первых, провели переговоры с собственником, он в ближайшее время перекрывать эту дорогу не будет. Это первое, да? Второе. Находим альтернативный въезд через его же поле, но вдоль садового товарищества, с другой стороны. Третья возможность, которую сейчас рассматривает районная администрация, принять в муниципальную собственность и поставить на баланс участок, по которому будет проложена дорога из деревни Ощерина в поселок Развилка уже в самое ближайшее время.